привет дорогие друзья сегодня я предлагаю вам вместе со мной связать вот такую вот чудесную куколку пошаговый мастер-класс будет в этом видео если вам удобно то смотрите под видео внизу весь мастер-класс всю схему вязания и останавливайтесь также а там пропишу тайм-код чтобы вам удобнее было смотреть именно те моменты на которых вы остановились не проматывая все видео и немножко расскажу о этой куколке это кукла не на шарнировым креплений а вообще практически без креплений я решила связать такой вариант в дальнейшем конечно хотела бы записать мастер-класс и шарнирным креплением но тем не менее она все равно очень подвижная у нее вот так хорошо гнутся ножки ручки в локтях вверх поднимаются папа у него таком формате то есть она отлично может сидеть она обладает такой большой шевелюрой которую можно причесывать делать различные прически но это зависит от длинный волос который вы захотите связать для нее вообще я преследовала цель делать именно игровую куклу для девочек но и для мальчиков если они вдруг играют у вас куклы чтобы ее можно было по всячески по всякому манипулировать ей можно было то есть и и укладывать спать и причесывать и одевать переодевать единственное в этом мастер-классе я не показывал как вязать одежду но в ближайшее время прям в очень ближайшие обязательно такие мастер-классы сниму с различными аксессуарами для этой куколки а сейчас я хотела бы вам рассказать что нам понадобится для вязания для вязания нам понадобится совсем немного я вязала эту куколку из газов baby cotton мне понадобилось всего лишь полтора моточка это полухлопок у нас так длина 165 метров на 50 грамм ну то есть около 75 грамм но меньше стал так вот получилось у меня ушло он именно на эту куклу требуется по требованиям у нас идут второй третий крючок я вязала двоечкой возможно если вы будете вязать крючком меньшего размера то у вас будет немножко другого размера сама кукла крючок книг про если вдруг имеет значение не такая полная может быть даже немножко похудее получится если меньше размер крючка возьмете но я хочу обратить ваше внимание что несмотря на то что вязала двойкой она нигде не просвечивается и из нее нигде не выпадает ее наполнитель к слову о наполнитель я использовала синтепух вот этот вот обычный и еще для волос я использовала yarnart cotton soft ну вы можете взять совершенно любую пряжу это единственное что это пряжа гораздо тоньше 600 на 100 грамм 600 метров чем на зал baby cotton но это не имеет значения вязала таким же крючком и дальнейшем я покажу что несмотря на то что у меня паричок волосы именно кукольные были немножко дырчатые такие просвечивающие просвечивающиеся но вот я могу вам показать нигде этих дырочек нет то есть полностью заполненная голова и вот такие веревочки получились там место волосик ну и единственное еще что нам понадобится это глазки я использовала глазки на крепление не не на клеевой основе они размером 8 миллиметров куплены на алиэкспресс бюджетный вариант и в принципе это все соответственно иголки и ножницы это как самая такая необходимость ну и конечно же нам понадобится хорошее настроение и свободное время и мы с вами приступаем итак начинаем мы наше вязание с рук мы с вами свяжем правую руку левая рука вяжется аналогично с единственным небольшим изменением который я укажу на экране будете вязать когда просто перепишите себе либо посмотрите по тайм-коду внизу и схеме начинаем мы вязание с пальца кольцо амигуруми провязываем 4 столбика без накида 1 2 3 4 плотненько выстягиваем последний последний петельку мы не затягиваем чтобы нам удобно было ввести крючок в следующую и нам необходимо будет с вами провязать 2 столбика 2 ряд 2 ряда по 4 столбика без накида в каждом вот такая маленькая шишечка у меня получилось вот ниточку мы немножко вытягиваем и отрезаем пальчик у нас готов откладываем в сторону теперь уже непосредственно приступаем к вязанию ладошки за не ладошки мы начнем с цепочки из 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 по одной стороне цепочки во второй петле от крючка мы провязываем с вами 4 столбика без накида 1 2 3 4 и в последний последнюю петлю мы с вами провязываем 2 столбика без накида то сделаем прибавку и того у нас по одной стороне получится 6 петелек в работе так переворачиваем нашу цепочку не хочет фокусироваться у нас ничего и начинаем вязание с другой стороны точно также аналогично провязываем 4 столбика без накида и и в последнюю петельку мы с вами пора делаем прибавку из двух столбиков без накида так теперь нам необходимо вязать по кругу без изменений сейчас нас в работе 12 петель 3 ряда мы вяжем с вами без изменений так следующим этапом мы будем с вами ввязывать пальчик для этого мы провязываем для правой ладошки 9 столбиков без накида а для левой ладошки 7 столбиков без накида все будет на экране и последний 9 теперь мы берем наш пальчик и заводим крючок ну вот под первую петельку заводить не надо который у нас осталось иначе она расползется мы заводим под вторую вот таким вот образом изнутри вот и изнутри пальчика и дальше в ладошку следующую то есть мы две петельки соединяем вместе вот так провязываем первую и следующую также в пальчик и в ладошку вторую и еще она у нас остается один столбик без накида не провязанной провязанного так мы присоединили половинку пальчика теперь вяжем с вами опять 9 столбиков без накида мы приблизились тому месту где у нас связан пальчик и теперь следующие две петли мы будем вязать по пальчику находим их внимательно первая петля это та которую мы оставили с ниточкой чтобы она не расползалась до последние как бы нашими провязаны и вторая петля которую у нас вначале ряда провязываем по этим петлям пальчика и последнее по ладошке 1 столбик без накида таким образом мы с вами вязали пальчик и сейчас будем продолжать вязать ладошку в работе у нас 12 петель сейчас как и было так и осталось и мы с вами провяжем 2 ряда без изменений и так провязали два ряда теперь мы начнем ряд с убавки так как будем вывязывать запястье так провязываем убавку 2 столбика без накида родства опять убавку и еще два столбика без накида и третью убавку и два столбика без накида теперь у нас в работе 9 петель мы вывязали с вами запястье и теперь будем расширять нашу ручку и начнем ряд с прибавки прибавками прибавки мы с вами будем вывязывать по краям по краям ладошки с одной и с другой стороны прибавка 3 столбика без накида и с другой стороны тоже прибавка далее 4 столбика без накида и опять ряд начинаем с прибавки патыльной стороне ладони вяжем 4 столбика без накида и и опять с вами провязываем прибавку и провязываем 5 столбиков без накида сейчас у нас работе с вами 13 петель и нам необходимо без изменений по кругу провязать 13 рядов а простите 5 рядов то есть просто без изменений по кругу вяжем так мы довязали наши 5 рядов теперь мы ряд начинаем с прибавки и далее мы с вами провязываем 12 столбиков без накида у нас в работе получается 14 петель и мы после этого ряда еще два ряда провязан без изменений 14 столбиков без накида так закончили теперь опять мы начинаем ряд с прибавки и таким образом увеличиваем количество петель до 15 этот ряд с прибавкой провязываем до конца и после этого ряда мы еще провязываем с вами 4 ряда по 15 столбиков без накида после того как вы закончили 4 ряда необходимо ручку набить я уже это сделала единственное что ладошку я стараюсь не набивать прям буквально совсем чуть чуть после этого нам необходимо закрыть локтевой сгиб мы кладем вот так ручку чтобы она пальчиком на нас смотрела и закрывать мы будем по лицевой стороне локтя то есть с этой стороны не изнутри а с другой стороны для этого нам необходимо провязать будет несколько петель смещения до закрытия вы сами смотрите как сколько какое-то количество у вас зрительно выглядит я провяжу вот сейчас я посчитаю раз два три четыре пять и шесть и шесть петель и теперь мы будем с вами закрывать для того чтобы закрыть нам надо сложить пополам и провязывать насквозь то есть захватывая одну петельку с одной стороны и другую петельку с другой стороны и таким образом да сейчас у нас работе с вами 15 петель соответственно нам надо закрыть будет 7 пар поэтому первую петельку на которой находится нитка мы с вами пропускаем 7 вот смотрите у нас с вами образовалась вот такая вот косичка такая косичка и по двум сторонам этой косички мы с вами сейчас и начнем вязать так опять у нас фокусировка уехала тогда вязание наше поворачиваем и у нас с этой стороны осталась та же косичка и мы точно так же с вами вяжем 7 столбиков без накида по другой стороне и в 7 мы с вами делаем прибавку чтобы вернуть наши 15 столбиков 15 петель в работу вот таким образом у нас получилось с вами с двух сторон с одной из другой отлично и теперь мы без изменений по кругу 15 петель в работе да напоминаю мы с вами вяжем 8 рядов так провязали наши 8 рядов теперь следующий ряд мы начинаем с прибавки будем увеличить количество петель в работе провязали прибавку и еще нам остается 14 столбиков без накида чтобы у нас работе получил с вами 16 5 после этого мы провяжем с вами ряд без изменений 16 столбиков без накида следующем ряду мы также сделаем прибавку и 15 столбиков без накида увеличен количество петель до 17 и опять про вяжем ряд из 17 столбиков без накида и последние прибавку мы сделаем и 16 столбиков без накида у нас работе получится 18 петель после этого мы с вами провяжем 4 уже ряда из 18 столбиков без накида и после этого с вами уже встретимся для закрытия плечевого сгиба да так я довязала 4 ряда последних которые состоят из 18 столбиков без накида и теперь нам необходимо закрыть с вами плечевой сгиб и аналогично закрытию локтевого сгиба будем с вами закрывать плечевой провязывая за две стороны тут мы вывязывать уже ничего не будем нам необходимо эту ниточку будет отрезать вам необходимо связать аналогичную только единственное с изменениями в зависимости от вывязывания пальца и закрытия петель и теперь нам надо связать с вами ноги приступаем с вами вязанию начинаем с цепочки из 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 и во вторую петлю от крючка мы с вами провязываем 4 столбика без накида и в последнюю петельку мы делаем прибавку с вами то есть по этой косички мы увеличим количество петель до 6 переворачиваем вяжем с другой стороны также начинаем с четырех столбиков без накида и последнюю петельку делаем прибавку сейчас у нас работе с вами 12 петель продолжаем увеличение начинаем с прибавки вот здесь уже будет разница между левой и правой ногой аналогично вязание для другой ноги я вам прописываю на экране внимательно смотрите прибавка далее 4 столбика без накида опять прибавка потом 5 столбиков без накида и ряд мы с вами заканчиваем тоже прибавкой и в работе у нас сейчас 15 петель следующий ряд мы начинаем с прибавки и далее вяжем 14 столбиков без накида так у нас сейчас с вами в работе 16 петель мы без изменений вяжем 2 ряда после этого встречаемся продолжаем вывязывать нашу ногу теперь нам необходимо будет провязать с вами 6 столбиков без накида убавка и далее еще у нас сколько восемь столбиков без накида и перед вывязыванием пятки нам необходимо еще один ряд провязать из 15 столбиков без накида так а теперь нам необходимо довязать до середины примерно можно даже чуть ближе сюда до этой стороне для этого мы с вами провязываем у меня будет 6 столбиков без накида и и вяжем теперь цепочку из 6 воздушных петель во вторую петлю от крючка вяжем с вами 5 столбиков без накида далее в основании в следующий столб в следующую петельку после нашей цепочки мы с вами провязываем соединительный столбик вязание наше поворачиваем вяжем с вами 4 столбика без накида и делаем прибавку 1 и 2 и по другой стороне цепочки в первую дужку вот эту от цепочки мы провязываем прибавку 2 столбика без накида и продолжаем по цепочки 4 столбика без накида и уже непосредственно тело ноги мы делаем соединительный столбик теперь поворачиваем наше вязание и опять первую петельку первые до петельку на цепочке мы с вами пропускаем который непосредственно перед после крючка 1 и вяжем 12 столбиков без накида 12 и опять соединительный столбик с вами в тело ноги так сейчас нам с вами необходимо будет провязать 22 столбика без накида и сделать убавку и того у нас в работе должно получиться 23 петли так надеюсь вас все получилось теперь мы кладем ровненько нашу стопу и нам необходимо по центру отчитать 7 петель 1 2 3 4 5 6 7 чтобы они шли ровно по центру что мы их не трогали сюда 1 2 3 4 5 6 7 нет вот отсюда я вам предлагаю на это место поставить маячок на начало чтобы вы видели откуда вам начинать вязание ваше и откуда вы будете считать меня до этой петли еще получается необходимо провязать 2 вяжу 1 и 2 далее я провязываю эти 7 петель по переду и делаю у бабочку продолжаю вязать дальше 12 петель у меня должно быть и я опять делаю убавку уже непосредственно перед вот этой петлей старта то есть смысл сейчас наших убавок должен свестись к тому что мы будем с вами делать убавку с этой стороны провязывать 7 петель с этой стороны и вот так вот будем сокращать наше вязание по кругу то то есть вот эти 7 петель у вас должны оставаться неизменными а петли сокращаться по тыльной стороне то есть по пяточки и когда у вас уже в работе будет 13 петель то есть по тыльной стороне между убавками у нас будет провязана 4 петли всего лишь тогда мы с вами встречаемся и продолжаем наше вязание всего у нас рядов с убавками вот включая тот который мы с вами провязали должно быть 4 5 рядов таких я надеюсь у вас все получилось и у вас сейчас работе 13 петель также как у меня нам необходимо теперь с вами провязать без изменений 13 столбиков без накида теперь мы нашу ногу будем расширять увеличивать количество петель провязываем с вами 4 столбика без накида делаем первую прибавку далее вяжем 5 столбиков без накида делаем вторую прибавку теперь у нас работе с вами 15 петель нам необходимо без изменений провязать 5 рядов по 15 столбиков без накида далее мы с вами будем вязать 3 ряда подряд с прибавкой прибавку нам необходимо делать вот по этой стороне не по переду а именно по тыльной стороне то есть мы провязываем с вами 14 столбиков без накида делаем прибавку 15 прибавку 16 прибавку если у вас вязание вдруг смещается соответственно делаете столбик смещения 1 провязываете и мы выходим через три ряда на 18 петель в работе после этого мы провязываем с вами ряд из 18 столбиков без накида без изменений потом аналогично делаем еще одну прибавку то есть ряд с прибавкой у нас получается в работе 19 столбиков без накида и далее мы вяжем без изменений 3 ряда из 19 столбиков без накида после этого мы будем с вами закрывать уже петли для формирования колена немного просчиталась я неправильно вам сказала последние 19 петель необходимо провязать 5 рядов они 3 поэтому если вы не довязали если вы не смотрели на схему которая будет под видео обозначена движите еще пожалуйста два ряда после этого нам необходимо ножку нашу набить набивайте и осторожно я набила только пальчики и пятку вот здесь я старалась прям пальцем придерживать и не набивать чтобы у нас сохранилась форма все-таки ноги а не какая-то сосиска была а здесь уже мы набиваем плотно соответственно закрывать мы будем также как и закрывали в ручке локоть и плечо и как всегда мы будем закрывать по лицу чтобы у нас не было видно шва здесь я остановилась в вязании на тыльной стороне поэтому мне необходимо будет точно также провязать петли смещения я уже останавливаться на этом тоже здесь не буду после того как я провяжу петли смещения и движу до лица я через две стороны закрою количестве 9 пар то есть 9 петель я закрою так сколько у нас сейчас 19 да ну правильно так и получается 9 петель 9 пар 1 петля у нас будет пропущена после этого я буду набирать как набирала на руке набирать провязывать по 9 столбиков без накида по каждой стороне и в конце последней стороны второй стороны я сделаю прибавку для того чтобы нам вернуть наш 19 петель после этого я провяжу 19 столбиков без накида без изменения по кругу и далее мы с вами уже встретимся и так надеюсь вас получилось без проблем теперь нам необходимо будет провязать вами три ряда с прибавками прибавки мы будем делать по тыльной стороне то есть там где пяточка со стороны то мы будем провязывать где-нибудь до серединки или до края 1 прибавку можно посередине 2 слева третью справа и увеличим наши петли до 22 22 столбика без накида то есть последний ряд у нас уже будет вместе с прибавкой и после этого мы с вами уже без изменений будем вязать 14 рядов который будет состоять из 22 столбиков без накида после этого мы нашу ножку будем закрывать после того как мы с вами провяжем 14 рядов мы аналогично как мы закрывали коленку закрываем по переду 11 пар соответственно у нас должно быть получится один столбиков без накида здесь вот и после этого мы ниточку отрезаем и вяжем точно такую же вторую ножку как и это и после этого мы уже при наличии двух ног и двух рук переходим к вязанию тела так друзья мы с вами вывязали руки-ноги теперь мы приступаем к вязанию тела вязание тела мы начинаем с вами с цепочки из 6 воздушных петель вторую петлю от крючка мы с вами провязываем 4 столбика без накида последнюю петельку мы делаем прибавку 2 столбика без накида 1 2 поворачиваем нашу цепочку вяжем по другой стороне аналогично сначала 4 столбика без накида а потом прибавку из двух петель из двух столбиков без накида и того у нас работе сейчас 12 петель следующий ряд мы с вами начинаем с прибавки 2 столбика без накида в одну петлю далее мы с вами вяжем 3 столбика без накида и и далее следует у нас три прибавки подряд по 2 столбика без накида в одну петлю 1 2 и 3 продолжаем с вами тремя столбиком без накида и заканчиваем ряд двумя прибавками того у нас в работе сейчас с вами 18 петель то есть вы понимаете да мы вместо круговых прибавок как обычно на круг делают прибавки делаем такие 6 прибавок но формируем овальчик вот такой вот поэтому у нас будут количество петель увеличится равноценно круговым прибавкам то есть 12 18 24 30 36 и так далее но формировать мы будем с вами все равно овал начинаем с вами далее с прибавки потом 5 столбиков без накида далее мы с вами чередуем прибавку столбик без накида два раза прибавка столбик без накида прибавка столбик без накида и еще одну прибавку делаем продолжаем вязать 4 столбика без накида далее у нас идет прибавка столбик без накида и заканчиваем опять прибавкой сейчас у нас работе с вами 24 петли следующий ряд столбик без накида прибавка далее 7 столбиков без накида далее прибавка столбик без накида прибавка столбик без накида прибавка теперь 7 столбиков без накида и прибавка и опять столбик без накида и заканчиваем ряд прибавкой сейчас у нас с вами в работе 30 петель следующий ряд мы начинаем с вами столбик со столбика без накида далее вяжем прибавку потом провязываем 8 столбиков без накида прибавка 2 столбика без накида прибавка 2 столбика без накида прибавка далее вяжем с вами 9 столбиков без накида так и заканчиваем с вами прибавка 2 столбика без накида и прибавка сейчас у нас в работе с вами 36 петель продолжаем наши ряды с прибавками начинаем с двух столбиков без накида далее прибавка теперь 10 столбиков без накида чередуем прибавки прибавка 2 столбика без накида опять прибавка 2 столбика без накида и еще одна прибавка продолжаем уже 12 столбиков без накида провязываем и заканчиваем последними прибавками прибавка 2 столбика без накида и еще одна прибавка теперь продолжаем увеличивать наш овальчик столбик без накида прибавка 14 столбиков без накида так теперь чередуем прибавку 2 столбика без накида опять прибавка 2 столбика без накида 3 с края прибавка продолжаем 14 столбиков без накида прибавка 2 столбика без накида 2 столбика без накида прибавка и 1 столбик без накида сейчас работе на 48 петель следующий ряд с прибавками мы с вами будем делать уже не привязываясь к краям овала чередовать будем 7 столбиков без накида и прибавку и повторять так таким образом по нашему овалу 6 раз нам необходимо чтобы у нас в конце этого ряда получилось 54 петли закончили ряд прибавками и последний ряд мы еще сделаем 3 прибавки чередуем с вами 17 столбиков без накида и прибавку повторяем таким образом 3 раза чтобы в работе у нас с вами получилось 57 петель итак теперь мы с вами приступаем к привязыванию ног к телу беру первую ногу главное понимаете да что вот у вас лицевая сторона и ногу вы привязываете лицевой стороной чтобы вот папа вот это седалищная у вас пола лицевой складываем вместе ногу и тело вставляем крючок так сначала мы вставляем крючок нашу петельку а потом оставляем крючок уже в 2 петли от ноги ну как в 2 в 2 дужки переднюю заднюю чтобы на вся петелька была провязана и в петельку по телу я думаю что вы умеете привязывать детали и продолжаем таким образом до конца нашей ноги вот я довязала до маркера я вы снимаю нужен и далее до следующего маркера я провязываю 3 петли и следующий маркер у меня будет уже означать начало новой ноги здесь мы ниточку подтягиваем по-хорошему нам надо будет потом вставить ее в иголочку и вот здесь вот закрепить чтобы у нас вот этих вот вылезание нужных не было таких вот вылезание нитки вторую ногу я думаю вы сможете точно также смыслительно привязать как и первую и мы встречаемся с вами уже на начале нашего ряда вот что у меня получилось сейчас вам поближе покажу вот так вот у меня обязаны ножки вот они да должны по идее быть ровненько не торчать в растопорку вот так но это все зависит еще будет от набивки теперь мы с вами вяжем по кругу без изменений у нас сейчас 57 петель в работе вот эти 57 петель мы с вами вяжем 6 количество 6 рядов и после этого мы с вами встретимся так я провязала 6 рядов вот так вот такая у меня деталь получается теперь мы начинаем убавки для вывязывания уже непосредственно талии и верхней части и вот обратите внимание что убедил я закончила вязание да с какой стороны соответственно я убавки убавки у нас будут неравномерные поэтому это будет важно провязываем два столбика без накида и делаем убавку убавку мы делаем за передние стенки петель вот смотрим на 2 передние стенки подцепляем на крючок и провязываем есть далее мы с вами провязываем 5 столбиков без накида делаем тоже убавку опять 5 столбиков без накида делаем убавку опять 5 столбиков без накида делаем убавку далее мы с вами провязываем 2 столбика без накида убавка и еще раз повторяем 2 столбика без накида убавка теперь 5 столбиков без накида убавка теперь 1 столбик без накида убавка убавка и еще один столбик без накида убавка далее 5 столбиков без накида убавка 2 столбика без накида убавка в работе у нас сейчас 46 петель продолжаем наши убавки вернее не убавки а в следующем ряду мы делаем одну убавку провязываем с вами 9 столбиков без накида далее убавка так и до конца ряда мы с вами еще провяжем 39 столбиков без накида у нас работе сейчас с вами 45 петель и следующий ряд мы с вами провязываем без изменений 45 столбиков без накида продолжаем наш вязание 3 столбика без накида далее убавка 13 столбиков без накида убавка 3 столбиков без накида убавка и до конца ряда мы с вами провязываем 18 столбиков без накида и делаем убавку следующем ряду мы с вами провяжем 8 столбиков без накида сделаем убавку и закончим далее 30 одним столбиком без накида и у нас работе получится 40 петель и мы провяжем с вами 2 ряда без изменений 40 столбиков без накида следующий ряд у нас будет тоже с убавками здесь мы не будем с вами высчитывать количество петель вам главное понять что эти убавки должны быть по краям с двух сторон до таких рядов нам необходимо провязать 2 чтобы у нас в результате получилось с вами 36 петель в работе и уже будем вязать без изменений после этого 5 рядов по 36 столбиков без накида после этого с вами встретимся следующем ряду нам необходимо будет сделать прибавки прибавки мы будем делать по краям по 1 прибавки с каждого края и в результате у нас получится в работе 38 5 и после этого без изменений мы с вами провяжем 6 рядов по 38 столбиков без накида и после этого с вами встретимся и так теперь у нас пришло время ввязывать наши руки так теперь мы начинаем наши ряды с убавками начинаем сразу с убавки далее 4 столбика без накида опять убавка 12 столбиков без накида 4 столбика без накида убавка и 10 столбиков без накида 1 столбик без накида сейчас нам с вами 34 петли в работе опять начинаем с убавки 2 столбика без накида опять убавка 12 столбиков без накида 2 столбика без накида 2 столбика без накида убавка и заканчиваем 10 столбиков без накида 2 столбика без накида сейчас у нас работе 35 теперь подряд делаем 2 убавки 12 столбиков без накида 2 столбика без накида опять делаем 2 убавки опять делаем 2 убавки и 10 столбиков без накида мы практически закончили наше тело дырочка у нас сейчас довольно таки большая поэтому нам пока мы не закончили с убавками лучше именно в этот момент набить тело теперь следующий ряд у нас тоже будет содержать убавки мы чередуем с вами три столбика без накида убавку повторяем таким образом 5 раз и в работе у нас получается 21 петля в итоге следующий ряд с убавками нас будет последний мы будем чередовать с вами 2 столбика без накида убавку повторим таким образом пять раз и в результате у нас получится в работе 16 петель сейчас мы провязываем без изменений 16 столбиков без накида следующем ряду мы с вами чередуем столбик без накида прибавку повторяем таким образом 8 раз чтобы работе у нас получилось 24 петли и после этого мы с вами про вяжем ряд без изменений 24 столбика без накида в следующем ряду мы с вами будем чередовать столб без накида прибавку повторим таким образом 12 раз у нас в результате должно получиться 36 петель следующем ряду мы с вами будем чередовать прибавки через 8 столбиков без накида всего нам необходимо сделать 4 прибавки то есть чередуем 8 столбиков без накида прибавку четыре раз повторяем в результате у нас в работе уже будет 40 столбиков без накида прибавками закончили теперь нам необходимо провязать 5 рядов без изменений и в работе у нас я напоминаю 40 петель так мы с вами уже фактически на финише находимся сейчас нам надо будет закрыть наше крепление вот это закрывать мы будем каким образом мы будем делать убавки кратные 5 первый ряд у нас будет провязана 6 столбиков без накида убавка повторим этим таким образом 5 раз и далее на уменьшение 5 столбиков убавка 5 раз повторяем 4 столбика убавка 5 раз повторяем 3 столбика убавка 5 раз повторяем 2 столбика убавка 5 раз повторяем и заканчиваем пятью убавками и далее опять оставшихся петель мы с вами просто стягиваем не хочу занимать время на вязание я надеюсь что вы с этим справитесь самостоятельно по ходу вам необходимо будет как можно плотнее набить а зону шеи чтобы у вас голова держалась все таки потому что голова довольно таки массивная у этой куклы и на крепление она скрепление она никуда не соскочит но шея нам очень важно поэтому набивайте как можно плотнее зону шеи ну соответственно и само крепление тоже встретимся с вами после того как закончим делать убавки вот такое крепление для головы у меня получилось вот такой шарик фактически выглядит почти что как своя голова только очень маленькая результат этого тела мне очень нравится все получилось как и планировалось хороших пропорциях все хорошо держится куколка может сидеть нам осталось с вами связать голову и волосы это довольно таки трудоемкий процесс именно вывязывание волос но я думаю что вы справитесь потому что вы уже связали такое огромное тело и так теперь мы начинаем нашу голову с крепления непосредственно сейчас мы с вами свяжем круг начнем мы шести столбиков без накида в кольцо амигуруми и увеличим этот круг до 48 петель то есть первый ряд у нас будет 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми далее мы будем прибавку делать в каждой в каждую петлю получится у нас 12 столбиков без накида потом мы будем чередовать один столбик без накида прибавку 18 получится в итоге петель потом будем через две петли чередовать прибавку кратную 6 через три через четыре через пять и через шесть на финише то есть у вас будет чередоваться 6 столбиков без накида прибавка кратная 6 все это шесть раз надо будет повторить и в итоге у нас получится 48 петель по окончании работы и этот круг нет тут необходимости такой этот круг выравнивать получится шестиугольник ничего там страшного нет потому что он выровняется потом рядами без изменений я надеюсь вы с этим справитесь самостоятельно также я вывожу табличку на экран чтобы вы могли взять субкадр и записать как вам необходимо вязать и после этого мы с вами встречаемся вот что у меня получилось надеюсь у вас тоже все получилось теперь мы вяжем без изменений по кругу 13 рядов по 48 столбиков без накида после этого опять встречаемся убавки нам нужно будет делать точно так же как мы делали прибавки кратные 6 то есть начнем а также с вами как и заканчивали 6 столбиков без накида убавка повторяем 6 раз и закончим мы где-то на 18 столбиков без накида то есть последний наш ряд будет два столбика без накида убавка повторенную 6 раз в тот момент когда вы уже почувствуете что не сможете надевать то есть вот сюда будет заходить этот колпачок очень плотно за счет вот этих убаг нам придется вязать уже надев его на одно крепление на другое и уже вязать непосредственно с тела это будет немножко сложно но в принципе все возможно зато результат будет шикарный так давайте провяжем два ряда с убавками 6 столбиков без накида убавка повторенный 6 раз далее 5 столбиков без накида убавка повторена 6 раз ну и давайте третий ряд тоже про вяжем и после этого встречаемся так три ряда провязала теперь попробуем надеть вот здесь уже видите друга но я думаю что вот это еще наденется вот следующий ряд уже не наденется так прошло хорошо ну и теперь нам надо два ряда провязать уже непосредственно вблизи к телу чтоб у нас получилось 18 столбиков без накида это будет сложно я верю что вы справитесь сейчас мы вяжем с вами ряд 3 столбика без накида убавка кратная 6 6 раз повторяем далее 2 столбика без накида убавка тоже 6 раз повторяем в результате у нас должно получиться 18 петель так я провязала эти два ряда конечно они тяжелые ну возможно вязать теперь нам необходимо делать прибавки прибавки первые несколько рядов два ряда там аналогичные тем которые мы делали для вязания крепления сейчас мы провязываем с вами два столбика без накида делаем прибавку повторяем 6 раз у нас получается 24 петли потом а уже а потом уже будем кратно восьми делать прибавку давайте первый ряд провяжем 2 столбика без накида прибавку повторим 6 раз итак следующий ряд у нас будет такое же чередование 2 столбика без накида прибавка только повторим это восемь раз чтобы у нас в результате получилось 32 петли так провязали этот ряд далее мы будем с вами чередовать прибавку и количество столбика без накида определенная и все это будет кратно 8 сейчас вам нам с вами необходимо провязать раз два три 4 где-то 4 ряда с прибавками первый ряд будет у нас три столбика без накида прибавка кратно 8 до 40 петель потом 4 столбика прибавка 5 столбиков прибавка и 6 столбиков прибавка все это кратно 8 для того чтобы увеличить нашу голову до 64 петель в работе после этого мы с вами уже встречаемся и надеюсь вы справились этой задачей сейчас меня работе 64 петли теперь далее мы будем с вами вязать без изменений по кругу 64 столбика без накида 20 рядов я вам советую обязательно поставить маячок чтобы вы могли потом в дальнейшем посчитать начало ваших рядов потому что между 10 и 11 рядами нам необходимо будет ставить с вами глазки все приступаем ставим маячок на месте где будут глаза ставим тоже меточки в любом абсолютно месте неважно в глава у нас крутится пока у нас нет обозначений переда и лица простите затылка и лица поэтому любом месте между глазами должно быть 9 столбиков без накида то есть ставим пока меточки а глазки мы поставим потом когда уже до вяжем с вами 20 рядов я закончила 20 рядов сейчас пришло время вставить глазки глазки с креплениями размер 8 миллиметров для того чтобы они более плотно прилегали к голове и я вам советую их сзади немного расплавить зажигалкой только аккуратно это все делайте когда уже крепеж будет непосредственно самом глазике и после этого мы будем с вами вязать уже ряды которые будут нашу голову заканчивать то есть ряды с убавками все эти ряды кратные 8 начинать мы будем 6 столбиков без накида убавку убавка и повторяем это восемь раз и так продолжаем до конца пока не придет в момент стянуть 8 петель и которая у нас останутся попутно мы голову набиваем хотела бы акцентировать ваше внимание на том что у нас по центру находится наше крепление соответственно голову набивать будет немного сложновато из-за того что постоянно набивка будет смещаться поэтому в этом моменте поаккуратнее и его просто смотреть когда будете набивать чтобы все у вас было равномерно ну а теперь приступаем уже непосредственно к убавкам и после этого с вами встретимся ну и чтобы нам закончить уже с этим телесным цветом нам осталось только связать уши мы их пока пришивать не будем причем после того как уже закончим наш паричок делать кольцо амигуруми мы с вами провязываем 6 столбиков без накида стягиваем как обычно но не закольцовываем вяжем по другой стороне то есть переворачиваем и делаем стандартные наши прибавки в каждой в каждую петлю по 2 столбика без накида чтобы в итоге у нас получилось 12 так вот что у нас получилось с вами опять переворачиваем и провязываем просто 12 столбиков без накида прям первую петлю провязываете тоже так ниточку мы оставим с вами для того чтобы это ушко наша решить вот так она замечательно у нас закруглилась подтянем еще хороший когда будущего быть такая лопоухая девчонка ну все второе ушко вы свяжете самостоятельно вяжется аналогично никаких там изменений нет и приступаем с вами уже непосредственно к вязанию волос паричка так теперь мы с вами с вами свяжем паричок вязать я его буду из другой пряжи она немного потоньше где тут и метраж 600 метров на 100 грамм даже не немного до 300 получается на 50 так ну что что я могу сказать это пряжа yarnart cotton soft 55 хлопка 45 акрил полиакрила она очень мягкая вот сказать я из нее вязала себе маечку и она прям очень интересно приятно понадобится нам ее довольно таки много сомневаюсь что прям 100 грамм но 50 грамм точно уйдет на парик начнем мы с вами аналогично как и с головой 6 столбиков без накида кольцо амигуруми нет простите 8 столбиков без накида так темно очень допустим стягиваем наш колечко и теперь чтобы не застревать на вязании непосредственно при к мы будем с вами вязать чередуя ряды один ряд мы будем вязать за заднюю стенку петли второй ряд мы будем вязать за обе стенки петли точно также с прибавками кратными 8 то есть первом ряду мы будем с вами провязывать за заднюю стенку петли по два столбика без накида в одну петельку 1 2 3 4 и так далее до чтобы у нас вот тут образовалась сейчас вот еще раз провяжу такая вот косичка из-за которого мы будем потом уже непосредственно волосы с вами цеплять на темном фоне если ее видно вот она и так мы с вами вяжем до 64 петель то есть сначала у нас должно получиться 16 потом 24 потом 32 потом 40 48 56 64 67 8 рядов в общей сложности чередуя ряд за заднюю стенку за обе стенки петли за заднюю стенку за обе стенки петли и после этого с вами встречаемся я увеличил еще на один ряд пряжи тоньше намного поэтому посчитала что будет маленьким то есть я увеличила до 72 петель точно также чередовала да вот за перри за заднюю стенку петли за обе стенки петли вот что у нас должно получаться по итогу сейчас я продолжу вязание уже без прибавок по кругу примерять буду на голову она этот паричок должен прям в натяг нарезать на на голову чтобы он у нас никогда не соскочил моего конечно же пришьем но все равно он не должен свободно болтаться вы точно также примеряйте зависимости от вашей пряжи какая вас пряжа не смущает меня даже что он такой дырявый потому что он весь будет забит волосами этих дырах будет совершенно не видно продолжаем вязать чередуя ряд столбиков за заднюю стенку и ряд столбиков за обе стенки петли 15 рядов я закончила 15 рядов и уже даже начала вывязывать волосы хотела просто немножко остановиться чтобы буквально пару слов про эти волосы сказать вы надеюсь уже догадались что волосы мы будем вязать с вами по вот этим вот дорожкам которые у нас образовались через одну петельку я вывязываю то есть пропускаю одну соединительным столбиком и далее следующую я уже пускаю цепочку цепочка обычно я набираю 30 30 воздушных петель и хотела вам просто сакцентировать ваше внимание что когда выбирать набирать петельки для волос учитывайте что они будут у вас сокращаться когда вы будете ввязывать соединительные столбики примерно вот смотрите насколько меньше чем на четверть наверное да но все равно будут сокращаться есть у коротенькую будет цепочку вывязывать то она у вас будет совсем маленьким ёжиком на голове ну соответственно мы так и продвигаемся я не стала переворачивать вязание чтобы вязать другую сторону я также и продолжила по кругу переходя от одной вот этой цепочки верхние дужки петли которые у нас осталось и вот так вот все время приближаясь к кругу и скоро у меня это копна будет вывязана и вы сможете увидеть как она выглядит на куколке и так друзья я закончила паричок уже даже его пришила заколола волосики резиночкой для того чтобы вам показать что я пришивала его по не не ровно а немножко наклонив до в сторону то есть не ровно надев на голову как шапочку со скосом на затылок именно поэтому я выбрала для себя вязать именно парик а не вывязывать волосы по голове куклы а вот так получается таким образом также я вам сейчас зафиксирую лицо я вышила его тоже глазки носик у нас вышивается между глазок на нижние то есть мы глазки крепим между 10 11 по моему рядами а носик вышивается на ряд ниже и между ними между глазами и носиком по три столбика у нас с каждой стороны и сам носик расположен на двух столбиков то есть мы просто несколько стежков пропускайте соответственно брови на два столбика верхняя дуга глаза на по одному столбику от глаза на расстоянии и нижняя дуга глаза белая просто под глазом в принципе это все что я хотела вам рассказать и показать надеюсь у вас все получилось осталось нам нашу куколку только одеть и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok